Друзья, ну что же, еще раз всем привет! И снова мы в Крымске, и у нас второй полуфинальный поединок. Кристина Саакян, город Воронеж. Ей помогают Карина Афанасьевна, если вы в чате напишите соответственные команды Наталья Карасева. Братарь Арина Жукова, также Нурия Нуриманова, Ксения Кулинич, Яна Шолгина, Екатерина Поздеева, Анелия Кадикова, Ольга Касаткина, Леана Котельникова. Спасибо, да, также приходит подсказка, что Радыгина, вратарь команды Дончанка. Это тоже очень важное замечание, потому что в протоколе, ну, просто не разобрать вообще, в принципе, что было написано. Ну, к сожалению, вот такие реалии, а у нас момент стопроцентный, и мяч влетает в ворота, друзья. Ну вот так вот, давайте сконцентрируемся именно на приятном эпизоде для Дончанки, на один становится автором забитого мяча. Набежала, и с левой ноги просто... Четвертый номер Дончанки. Получается, свободное пространство, это очень опасно, а тут Качмазова с мячом, надо точную передачу выдавать, и выдает точную, как же... Ну, начинает Арина Жукова атаку своей команды, смотрите, какой прессинг в исполнении Дончанки, и вот он быстро свои плоды приносит, Пешкова пошла, прорубивает по воротам, ну... По бровке, потеря. Кузьмина успевает уйти от стыка, правда, и достается, Качмазова обыгрывает, отдает Хохлова, и Хохлова, Пешкова в качестве адресата, и дальше, а дальше уже пас. Рывок двух футболисток, правда, не очень удачно под Кузьмину, там был вот этот подкат совершен, и Жукова выходит и играет первая, она на мяче, тут же возвращается, Качмазова бьет, и... Ну и все, две компенсированные минуты истекли, у нас перерыв, ведет Дончанка со счетом 1-0, благодаря голу Анны Пешковой, давайте немножко отдохнем, и совсем скоро вернемся к второму тайму. Друзья, возвращаем ее в Крымск, и у нас все готово к началу второго тайма производить, но вот... Кто ушел, пока, наверное, вам не скажу, вот, может быть, сейчас, если покажут, являлся, может быть, там буквально несколько раз попадали в заявку, та же самая Жукова, Шелгина, Кулинич, Степанова, а у нас как раз-таки гол забивается, друзья, пока я изучал, давайте смотреть, как этот гол пришел, совместными усилиями сумели... У только что вернувшей Дончанки мяч этот отобрать, а тут Качмазовый угловой удар был сама, да, конечно, такой моторный футболист у Дончанки, и дальше на Качмазову, та тоже готова протащить... Пешкова идет передача, и хорошо, может Хохлова выйти на ударную позицию, нет, Жукова выходит и... Успевают тут защитницы... Звезды, и дальше, ух, неужели без положения вне игры, но успела, успела Радыгина, защищает зону, разворачивает там Родионенко, это пас, который пошел вот туда, в зону на Качмазовую, вышла Жукова, все, это свисток об окончании этого поединка, теперь... И пробивает выше цели, вот так вот, Жулгина... Уверенно забивает. Берет от себя угол, Арина Жукова, кстати говоря, догадалась, и берет, наверное, тренер все-таки. Смотрим за ударом, ой-ёй-ёй-ёй, Ксения пробила, даже мне кажется... И попадает в штангу, вот так вот, мы с вами увидели, пока только Наталья Кузьминой. И снова, и снова Алена Радыгина, ну что же, тоже одна из ведущих футболисток, катит мимо, уверенно, мимо Жуковой, и делает счет 2-0 в пользу, если звезда не забивает сейчас гол. Всё, один сейф совершите, стать настоящим героем. Да, она это и делает, ну, удар, снова читаемый, и всё, Дончанка в финале, со счетом 2-0 побеждает эта команда после матчевой серии. И так еще долго свисток ждали футболистки, а может быть и арбитр, немножко Кристина Саакян вела в заблуждение, ну вот так. А сегодняшний матч для вас комментировал Иван Канаев, смотрите Большой футбол, смотрите Женский футбол, и до новых встреч в эфире. Спасибо. Спасибо.